Друзья, я от всей души приветствую вас на нашем строительном канале. Если говорить сейчас о Хауберге, то, наверное, за этот год я снял на эту тематику около 20 серий. Я думаю, что кому-то они в любом случае пригодятся. Первые лучики тепла уже все тает, и у нас осталось всего лишь заколотить три стены. Одна из которых прям глобальная, большая, с окном на кухне. Две угловые, там на первом этаже будет находиться баня. Большую часть закрывать я пока не буду, смысла никакого нет. Ну и останется цокольный этаж. В ближайшее время мы, конечно же, все это допинаем. И приступим уже к нашему серьезному проекту. Это флот для сплава 2022. Не буду пока раскрывать все детали. Кому интересно, можете перейти по ссылке в телеграме. И там мы по этой теме как раз ведем обсуждение периодически. Так, к чему я сегодня клоню? Первое, я хотел бы все-таки доколотить сегодня оставшиеся три стены. Но чтобы вам было интереснее, у меня появилась одна идейка. Как-то, года два назад, я взял один из самых премиум материалов для фасада. Это клееный брус. Вы готовы, сейчас будет жестко. И досконально над ним поиздевался. Может быть перспектива, что мы и сожжем это все. Мы проверили его на огнеупорность, на крепкость клея. Путем взрывостойкости и отстрелом по нему пулей-палевки из моего помпового ружья. А сегодня я хочу проверить наш самый недорогой материал на рынке. Это хауберг. На те же самые, наверное, свойства. Ну, основная боль, которая чаще всего встречается в комментариях, это то, что он воняет. Ну, этот вопрос мы уже закрыли с вами в предыдущих видосах. И вторая тема, которую часто мне пишут в комментариях, это он же пожароопасный. И я подумал, а почему бы нам это не проверить с вами сегодня? Я сейчас возьму какой-нибудь кулачок ОСПшки старенькой. Накалачу на него остатки хауберга. Извиняюсь, конечно, красоты делать не буду. Из обрезка с кулачу, потому что хороший хауберг мне еще пригодится на баню, на гараж, в многих других местах. Также есть мысль на веранде заколотиться внутри. Вот эта стена, которую мы построили спонтанно, она там не планировалась изначально. Сейчас накалачу на ОСП, и мы с вами проверим его на тему пала травы, на тему сжения газовой горелкой. Короче, помучаем его досконально. Поэтому не переключайтесь, я сейчас пойду покалачу немножко хауберг, и буду периодически во время фильма включаться на тему своего вот этого испытания. Я думаю, вам этот видос точно понравится. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас моя задача на белые вот такие клопики прикрутить по краям и вдоль по периметру. Ну и вы понимаете, да, что у меня есть технодзор в виде кота по имени Шасти. А потом я низ там попробую пропенить аккуратненько. Теперь я ставлю боковые отливы и вверх. И продолжаем колотить хауберг. Прикручиваем ламельки вот таким вот путем, декоративно. Наша главная задача сейчас поиздеваться над хаубергом максимально, чтобы всем было интересно. И наконец-то я сам себе дам ответ в понимании, как он себя ведет. Я не буду его припаивать друг к другу, сегодня не жарко, а фен доставать мне тоже неохота, если мы его не будем припаивать. Кстати, этот факт даст дополнительную возможность огню залезть под лепестки и лучше его прожарить. Это мы и хотим с вами увидеть. Я понимаю, что чудес не бывает. Скорее всего он должен будет загореться, потому что у него как минимум горючесть Г4 по номиналу. Но чем черт не шутит. Друзья, еще вы мне очень много писали, Дэн, приберись на заднем дворе, у тебя тут такой кошмар. Я обязательно это сделаю в ближайшее время, как только у меня немножечко просохнет территория. Мы здесь построим хороший забор с соседом, потому что немножко изменились архитектурные пожелания у обоих. Поэтому, конечно, я вот это все этим летом уберу. Получилось, что оставил на лесах вот эти листы хауберга, а ночью начался дикий ветер. И, соответственно, у меня все раскидало. Нельзя оставлять на лесах хауберг, как оказалось. Получается даже красиво. Первое, с чего мы начнем, наверное, это будет естественный пал травы. То есть там, где у меня цокольная часть, она подходит к дому максимально близко. И в этих местах хауберг может воспламениться. Вот что у меня получилось с нашим сегодняшним образцом номер один. Ну, наверное, один-то и будет. С другой стороны он, кстати, выглядит вот так, если вам вдруг интересно. В общем, устанавливаю я сейчас этот образец и будем его сжечь. Смоделируем такую ситуацию, как будто на нашем доме еще нет отмостки, а трава, сухая трава, уже вышла из-под снега и с солнечными лучами, так скажем, осушилась. Но для того, чтобы это точно сработало, я еще использую специальную жидкость для розжига. Но это уже просто термоядерная штука и она точно должна сработать. Мне даже интересно, как это будет. Дадим минутку настояться и вперед. Разумеется, никто не отменял пожарную защиту. Все, поехали. Слушай, ну прям горит-то хорошо. Мне хочется усилить даже эффект. Приложу это к фундаменту. Сейчас посмотрим. Сейчас мы узнаем. Ну, в принципе, пал травы, он глобальней-то и не горит. Да, он как-то вот так должен себя вести по логике. Давай для чистоты эксперимента мы это на стену прям. А, вот смотри. Как мне и рассказывали, начинает стекать первый слой. А первый слой на стекло ткани это базальтовая посыпка. И вот мы видим, что внизу она вот начала потихонечку сходить. Сейчас интересно, займется ли стена пожаром или нет. Мы будем мучить сегодня стену до последнего, что бы нам ни стоило. Давайте посмотрим палочкой. Раскачевряжем. Ну, стена не загорелась. И вот я вижу стекло ткань. Почему я сегодня взялся за этот ролик, друзья, объясню. Все банально. Я сейчас покажу, так будет нагляднее. Гора мусора, которую вы сейчас видите, она здесь не просто так. В дальнейшем у нас тут будет находиться баня, и мы будем поднимать грунт. Поэтому я специально выбрасываю сюда весь мусор. А вот эта пачка, друзья мои, это и есть хауберг, который я забросил однажды в бак, в котором сжигаю мусор. Вот эта куча, это куча стеклоткани, пропеченной битумом. Как вы видите, она гореть-то и по сути не стала. Стеклоткань. Что у нас там происходит с этой стеной? Элин, я предлагаю сейчас взять много бумаги. Мы должны сжечь эту стену, да? Возьмем много бумаги сейчас и будем подкидывать до момента, пока она не загорится. Так, если у нас ничего не получится с картоном, то я буду горелкой просто сжечь до последнего, пока он не воспламенится. Так, спасибо, дочунь. У меня ассистент, это Элина. Сегодня. Сейчас мы нарвем картона. Хорошенько. Ну, с картона, я думаю, он загорится, потому что я сейчас создаю ему беспрецедентные условия пожароопасные. Доча, а можешь мне еще вон ту бочку дать, которая с розжигом для шашлыка? Пока мы картон тоже сейчас снабдим гремучей смесью. Так, братцы, пока я все к этому готовлю, еще покололим хаубер, хорошо? А то как-то надо процесс-то производить. Любимая Женя на работу, да? Не, ну, у тебя уже получается прям конвейером, классно. Хоп, и все. Зимой быстрее. Да? Когда только хаубер приехал, мне понравилось, как они снимались, они были мокрые. А, ну... Производственная вода, да, сейчас они уже отлежались у нас сколько времени. Они уже леток пережили. Друзья, на самом деле, хаубер колодится очень быстро. Но мы растянули всю эту работу на такой большой срок просто потому, что я уходил на отопление. Помните, мы запланировали заехать за один год в наш дом за сезон? С августа, да, наверное? Убирали, что УСБ там подорожало. Еще же УСБ в цене поднялось, и мы тоже немножко подвисли. Да, оно до 2,5 тысяч поднималось, 700 рублей. Оно сейчас держится в районе 1000, но, слава богу, мы закупили. Все, у нас теперь УСБ не нужна. Но вот это мне уже хватит, наверное, на полметра поднять. Не лучший способ, на самом деле, сразу класть несколько рядов. Но сейчас у меня с лесами проблемы. Вот только одна секция позволяет заколотить эту сторону. Потом секцию начну продлевать. Но стараюсь все равно вести ровный ряд. Как вы поняли, работа с Хаубергом очень проста. Главное соблюдать горизонты и вертикали, вертикальные швы. Здесь логика простая. Делай ровный ряд, и все будет хорошо. Хочется еще сказать по поводу Неллера. Я весь дом заколотил без него молотком. Этот молоток уже ударил, наверное, 20 тысяч гвоздей, ершонах. Вот этих. И нисколько не устал. Может, Неллером быстрее. Но куда торопиться. Объясню, что я наделал. И, в принципе, думаю, получится все хорошо, потому что ровнял я все поверху. Смотрите, как получилось. Я шнурку не кидал, но я смотрел аккуратно все проемы. И вот так у меня идет. То есть вся проблема в том, что просто нет перекладин для лесов. Все, я все ресурсы испробовал, уже и соседей брал со стройки. Дополнительно одну перекладину, чтобы хоть как-то дорастить. Но не хватает все равно. То есть я сейчас слезу, переложу леса дальше, переставлю вот эти прожилки, ну, крепления. И пойду вот эту сторону добивать. Добивать. Ну, думаю, что получится все хорошо. Я уверен в этом. Здесь сейчас доделаю итоговую планку. Там прогоню. Угол сделаю. И все, сюда больше не возвращаюсь. Получается, что можно, что можно, ничего страшного в этом нет, колотить вот таким образом. Но главное, друзья, еще раз скажу, горизонты. Чтобы... Даже иногда можно просто вот так взять, прислониться и посмотреть вдоль ряда. Видите? Вот. И этого уже достаточно, чтобы понять, насколько ты ровно колотишь гонт. Лучше, конечно, делать все по шнурке, если... Если есть проблемы с дальнозоркостью, с этой... С равнозоркостью. Вот. Еще одно слово в нашу копилку. Придуманное мной. Значит, я переставляюсь, доколочиваю в эту сторону, и мы переходим с вами на угол. Больше верховых работ у меня не будет. Останется наверх залезть только для того, чтобы поставить потом сливы. Эти. Водосточки. Но у меня пока на них нет денег. Да, братцы, очень многие мне пишут в комментариях, что что ты про гараж не рассказываешь. Это не мой гараж, соседский гараж. Мой будет скоро. В этом году мы начнем его строить. Ну, а я продолжаю свои опыты. Не даем шанса Хаубергу сегодня победить. Мы узнаем его предел. Предел возможностей этого материала. Все. Я наложил прямо на стену реальный костер. И буду его немножечко подталкивать, если он будет отваливаться от стены. Опять мы видим тот же самый эффект. Битумная крошка посыпалась. Но мне кажется, дальше этого не зайдет, потому что сейчас битум сползет, там за ним стекло, волокно. А за ним еще три слоя стекловолокна. Он, конечно, может сейчас как бы поддерживать огонь, но гореть самостоятельно очень вряд ли. То есть товарный вид портится, конечно, фасада. Но, братцы, по секрету горит все, даже бетон. Казалось бы, сейчас можно сказать, Денис, ты несешь какую-то чушь. Но мне хочется сказать об этом пару слов. Сейчас мы дождемся, что произойдет. Что, подложить еще дров? Ну, вообще, по идее, вот эта штука, это уже настоящий честный костер, который вроде как подкладывать-то и не надо. Он уже прям по чесноку. Все, давайте вот этот картон положу. Нет, ладно, сожжем до конца. И потом будем анализировать ситуацию. Друзья, ну вы видели, да, что я не за Хауберг топлю? Я наоборот хочу увидеть, как он будет сейчас просто полыхать. Понажмите на паузу и напишите в комментариях, хотите вы, чтобы огнетушителем я потом это все задул? Или нет? Ну все, ну мне кажется, все, да? Начался пожар. Как ты думаешь, дочь? А? Он не горит. Как не горит? Он, а, нет, горит. Горит? Не знаю, мне кажется, горит. Ну так-то мы дали ему хорошо огня. Мне кажется, сейчас стена, сейчас стена должна загореться. Мне кажется, он просто тает. Да? Ну мы будем до последнего ждать, что с ним произойдет. Или он горит, не знаю. Ну я сейчас, если убрать... Подожди, я-то с микрофоном, тебя-то не слышно. Если убрать, вот это, можно посмотреть, горит. Мне кажется, горит. Ой, или не горит. Прям полыхает, да, по сути? Ну, если так посмотреть и видеть, что все это белое, то да, в принципе, наверное. Будем ждать. Ну, если честно, я сам усилил возможность горения тем, что подложил еще дров. Вот. Как это будет сейчас в итоге, я не знаю. Но я смотрю, что разгорания-то не происходит. Тот очаг, который горел, он и горит. А нового ничего не происходит. Предполагаю, что фатальность может произойти в том случае, если сейчас огонь дойдет до ОСПшки. И тогда ОСПшка, как дерево, может поддержать горение полностью. Но вы сами все видите. Там, где сейчас зола, она еще какое-то дает возможность, а выше-то не поднимается. Выше-то огонь идет. Причем сейчас ветер, который вроде как дает возможность этому всему мероприятию разгораться. Мне хочется теперь изучить с вами, что произошло. Что мы видим? Видим мы то, что стекла ткань. При том, что я его не подклеивал. Он немножко ершился. Я его использовал такой, который имеет на себе прям битумные вкрапления и так далее. Разжег костер, максимально подкидывал еще дрова. Ну, вот он вам Г4. Не знаю. Если, наверное, сейчас разжечь прям из дров костер, ну, тогда, братцы, загорится хоть что. Мне так кажется. Ну, а теперь небольшой ликбез по теме «Горит даже бетон». Давайте с вами немножко окунемся в саму семантику понимания своего дома и понимания ценности своего дома. Что самое ценное в вашем доме? В идеале, конечно, попросить сейчас нажать паузу и написать комментарий. Но я не буду этого ждать от вас. Я отвечу сразу. Друзья, в вашем доме максимальной ценностью, как я уже и говорил в видосе про клееный брус, является человеческая жизнь. То есть, ваша жизнь. Жизнь хозяина. Горит все. А горят обои, горят диваны, горят шторы. Поэтому я говорю, горит бетон. Когда узнал я об этом, я понял, что по факту, если вас захотели поджечь, или у вас неправильно сделана электрика, или неправильно сделана отмостка, или вы не соблюдаете пожарной безопасности различных степеней, начиная от своей котельной, заканчивая перечисленными мерами, то, наверное, вам в какой-то момент придется хапнуть горюшко. Акцент делайте на это. Ну, а думать, что о том, что там горючее или не горючее, это уже, наверное, ну, это костыли, как я называю. Это места, о которых вот не стоит думать. Ничего не произойдет плохого, если у вас все настроено нормально. А если у вас кругом враги, и не соблюдаете правила правильного строительства, техники безопасности элементарной, то, конечно, стоит бояться проблем отовсюду. Друзья, я обещал, что мы сейчас его сожжем, я это сделаю. Газовая горелка и вперед. Устанавливаю вот так камеру, и сейчас попробуем газовую горелку. Буду жечь прям стену до конца. Что же с ней произойдет? Так, первая ушла крошка и первый битумный слой. И видим, что оголился стеклоткань. Оголилась первый слой стеклоткани. По-моему, там их три слоя. Но я думаю, ребята из Технониколи меня поправят, если кто-нибудь смотрит наш контент. Или кто-нибудь из зрителей, кто уже изучал материал не понаслышке, кто его знает. Да, я предполагаю, что все-таки главной горючей составляющей здесь является ОСП. И пока мы до него не дошли, я думаю, будет все в порядке. Сколько будем жечь минут? Я думаю, долго жечь не надо. Сейчас минутку пожжем. Или до последнего будем. Пока прям не загорится. Но если говорить о брусе, например, то он бы уже, наверное, принял огонь на себя. Эта штука, смотрите. Вот убираю, выгорает битум. И она сама затухает. То есть там, где в очаге уже нет битума, она уже и не горит. Смотрите, я центр жгу. А огонь еще только по краям. Там, где есть битумная крошка. Ну, слушай, ну, минута прошла. Я не знаю, какой он Г-4. Какой он пожароопасный. Есть еще предположение, что пожароопасность его обусловлена большим очагом возгорания. То есть, если бы горел не маленький костерок, а, например, там квадрата два возгорания, то, возможно, бы что-то и произошло. Но я пообещал сжечь сегодняшний хауберг и детям пообещал научить их технике безопасности. То есть, как пользоваться огнетушителем в случае какой-то тревоги. И если честно, нисколько не накручивая себе плюсы или какие-то от вас лайки, я скажу такую вещь. Как только мы переехали в дом, я поехал в магазин, купил три огнетушителя и детям строго-насторго сказал главную фразу. Хоть что загорается в отсутствии взрослых, хоть что. Они должны хватать огнетушитель и тушить все, что имеет открытое пламя. Потому что сожженная мебель и сожженные вещи – это фатально. А истраченный огнетушитель – это перезаряд 300 рублей. Вот, делайте выводы сами, друзья. Это потухло, но мы ему потухнуть не дадим. Сейчас разжигаем его прям по-серьезному. Когда увидим, что прям горит синим пламенем, то мы огнетушителем воспользуемся. А пока я все готовлю, друзья, я еще поколочу хауберг с вашего позволения. КОНЕЦ Ввиду с последними событиями в стране масляницу, по-моему, отменили. А мы сегодня проводим зиму. Хауберг можно назвать зимними забавами, потому что всю зиму я его колотил. Да простят меня господа из Технониколя. У нас это просто эксперимент. Хорошенько розжиган для шашлыков. Сейчас у нас задача просто все спалить и посмотреть, что будет в итоге. На стену тоже полить. На стену полить? О, это прям серьезное заявление, дочь. Отходите. Но пока разгорается наш костер, я подготовлю огнетушитель. Вы же в комментариях написали, что мы сейчас его протестим, да? Друзья, я всегда так же, как вы ко мне, я к вам. Выбор... А, это бочка из-под этого раствора. Так, снимаем защитную пленочку. Выдергиваем чеку. Чеку в карман. Рычаг. Я боюсь. О, все, активирован. И теперь... Он не выключается. Сын. Он одноразовый оказался. А, нет, нет, нет. Он выключается. Слушай. Подожди. Давай разожжем еще раз. Я не думал, что... Ничего себе. Дали, друзья. Получилась немножко незапланированная ситуация. Просто нажал попробовать, а он как шмальнул, и я думал, все, вылетит. Короче, мы сейчас все равно разожжем. Мы дожжем его до конца. И остатками потом потушим. Детки, простите меня, что вам не удалось. Но я вам обязательно сейчас его дам потратить. Там еще есть силы. Так, разжигаем. Ну, вы же понимаете, что под этим белым порошком находится халберг? Подожди, вот туда отходи. Давай, туши! Давай, Элин, затуши весь костер. Я же говорю, там больше не осталось. А, все кончилось? Не, ну что, оба немножко тушканули. Все, дождемся, когда он сейчас сгорит. У нас, к сожалению, нет больше огнетушащего состава. Вот, можно только так порошком посыпать. Ну, что поделать? Ну, не горит он. Чего его мучить? Негорючий он. Негорючий. Но мне теперь надо его сжигать полностью. Он мне тут не нужен. Может, дровами его? Деревянными дровами? Он будет гореть, если мы до ОСПшки дойдем. То она загорится. А сам халберг не горит почему-то. Я думал реально, что мы его все-таки сожжем. У нас все получится. Такова судьба. Ничем он не пропитан был, вы это знаете. Но это и невозможно пропитать битум. Битум есть битум. Конечно, получилась не сработка огнетушителя немножко. Но он был просрочен. Мне все равно его надо перезаполнять было и вести. Поэтому я его и потратил. Единственное жалко, что детям не получилось сыграть. Но то, что он заел и выплеснул все свои ресурсы. Но зато эпично получилось. Я думаю, в кадры это будет. В кадры это войдет. На память оставлю. А может отправлю ребятам из Технониколя, чтобы они уже поправили там в инструкции понимание пожаростойкости этого материала. Потому что на самом деле он не поддерживает горение, как мы видим. Хотя сделан вроде как из битума. Подытожу все. Хочу сказать, что я доволен своим фасадом. Я очень доволен своим фасадом. Мне он нравится. Разрушен миф о пожароопасности материала. Прикольно. Есть плейлист, прямо на канале у нас, в котором прописаны все видосы по этой теме. Поэтому если вы вдруг начали обшивать дом Хаубергом, то можете смело переходить по плейлисту и смотреть все серии. В каждой серии я привносил какие-то полезные, интересные фишечки, которые сам находил в процессе изготовления этого фасада. Что у нас в итоге получается? Мне осталось доколотить прям совсем немножко. Прям совсем капельку. И эту часть я заколачивать не буду. Здесь у нас потом баня пойдет, как я уже и говорил. Она будет от этого угла и до того. Тут планировался бассейн, но ввиду этой ситуации, которая сейчас складывается у нас в стране, ну в плане вот этих финансовых передряг, сложностей каких-то, может они временные, но они есть. Поэтому пока буду заливать только часть бани. Да и вы, кстати, мне часто пишите в комментариях, что не нужна никакая эта длинная бассейнная зона, потому что денег это стоит море. Обслуживать это сложно. В старости это вообще будет мертвым грузом. Возможно, здесь появится просто из бани выход, купель какая-нибудь. Упростим, упростим, потому что уже хочется действительно пожить в доме, а не потратить на него всю свою жизнь. Все получается ровно, красиво. Мне прям очень-очень нравится. Единственное, что скажу, что одним из спойлеров является тот факт, что скоро мы будем с вами строить плот. Вот. И, братцы, поддержите лайком или комментарием, если вам действительно это интересно. Не знаю, где буду выкладывать эти видосы. Наверное, на всех площадках. На Ютубе, ВКонтакте, где еще в Телеграме я выкладываюсь, на Дзене сейчас. Начал руту посваивать, но он какой-то прям печальный. Возможно, там тоже будем. Поэтому под видео все наши контакты. Переходите, подписывайтесь. Если вдруг закроют основную площадку, будем с вами там встречаться. Все, братцы, я рад был вас видеть сегодня. До скорых встреч. Увидимся с вами буквально через несколько дней. Все, пока, пока, пока.